а мы туда идем вот антракайский замок пожалуй это одно из самых известных мест в литве самое любимое место туристов потому что недалеко от вильнюса находится здесь реально прозрачная вода чистая чистая прозрачная сейчас мы вот на одной из обзорных площадок там где-то замок за деревом не видно я пока в машине ну а вообще вообще поездочка так чисто спонтанная очень сильно спонтанная бы сказал просто захотелось проехаться развеяться посмотреть на что-то от рака это самое близкое место куда можно просто просто заехать просто проехать хотя здесь уже и был ну не знаю раз 57 может но но все равно интересно просто поехаться посмотреть подышать свежим воздухом поскольку здесь в мире намного меньше и посмотреть на всю эту красоту ладно сейчас перекушу чуть-чуть взял там булочку перекушу и и поедем дальше поедем работать поэтому всем до завтра всем здравствуйте сегодня второе октября пятница и мы выбрались в центр мне нужно по делам к врачу моя семья будет в центре гулять ждать когда я освобожусь чтобы думать что делать дальше что делать дальше и и и и и и и и Я уже сходила к своему врачу, но каштаны падают, все хорошо прошло, сдали все анализы нужные. И хотела сказать, что с мая месяца, когда я была там последний раз, многое изменилось. Как-то попроще все стало в плане карантина. Конечно, правила соблюдаются, но менее стрессово. И мне очень понравилось, у меня приятная врач, обожаю к ней ходить. Так что, наверное, не променяю ее ни на какую другую. В общем, я довольна. Сейчас ребенок опять неожиданно уснул в коляске. То ли она старше стала, и теперь это, возможно, то ли просто совпадение. Потому что это уже второй раз за 7 месяцев до этого. Она никогда там не спала. И мы пользуемся случаем. И гуляем по центру Вильнюса, сейчас возле президентского дверца. Мы уже погуляли, едем домой. Я успела забежать в пекарню недалеко от президентского дворца. Мы там уже один раз брали всякие вкусняшки, и я решила, почему бы... Ой, еще раз не сходить и не взять. Купила себе печенек Саши разной выпечки по-штучным, чтобы попробовать. Так что будем ехать домой пить чаек. Вчера на улице был такой сильный смог, и мы вечером сели проверять, что же это было, потому что полдня гадали. Вроде как не туман, не мелкий дождь. Ну вот как... реально как смог. Но никакой информации в интернете не было, кроме одного. Мы зашли, посмотрели уровень загрязненности, и показалось, что Вильнюс лидирует по загрязненности среди остальных литовских городов. Был уровень 160. Это опасно, как вредно определило. Поэтому очень даже хорошо, что мы вчера... Не получилось у нас выйти на улицу гулять, и как-то очень сильно отличается туман от смога. Сразу видно, что что-то как бы не то на улице. Но сегодня я смотрю, что как-то вроде чуть лучше, не так сильно... не такая пелена в воздухе, но всё равно вроде как что-то ещё остаётся. Я повторюсь, что сегодня 2 октября. Почему? Что является причиной этого в Литве? Никто точно сказать не может. Но мы смотрели, что вроде как какие-то ветра с пожарами, в плане смог от пожара. Кто-то говорит, что просто дождя давно не было. Ну, а точно как-то нигде и не написано почему-то. Всем привет! Сегодня у нас среда, октябрь, начало октября, число, не помню. Мы вышли гулять в сад Бернардино. Уже очень давно здесь не были. Посмотрим, как здесь, как уточки наши поживают, которых мы кормили прошлой зимой. Как вообще осень здесь. Так что смотрите, гуляйте с нами. Тихие часы, тихие. Тихие часы, тихие часы, тихие часы. Тихие часы, тихие часы, тихие часы.